Лев Но что так, что вот они находились в полном послушании у Адама Так-то вот Отсюда ясно, что человек не безусловно потерял власть над животными и может возвратить ее Через что же? Очевидно, через обращение к тому состоянию, в каком он был первый человек, да и грехопадение Через обращение к чистоте, правде, благочестию Чем удерживал Адам власть над животными, живя в раю? Конечно, чистотой души своей, своим пребыванием в правде и истине Изменил последним, лишился и власти А из этого понятно, что возвратить человек чистоту души, будь верен истине, возвратиться и власть Как образ Божий Как сын и наследник в дому небесного Отца Человек поставлен быть как бы посредником между Творцом и Тварью земною Святые Отцы и Учители Церкви говорили об этом назначении человека быть царем и владыкой окружающей его природы весьма часто Особенно, когда решали вопрос, почему человек создан последним Вот, например, слова святого Амросия По достоинству человек явился последним как цель природы, созданной для правды, чтобы быть правозвестником правды между прочими животными Справедлив он явился последним как венец всего творения, как причина мира, для которой создано все Григорий Богослов Если последним явился в мир человек, почтенный Богом рукотворением и образом, то сие немало неудивительно, ибо для него, как для царя, надлежало приготовить царскую обитель и потом уже ввести в нее царя в сопровождении всех тварей Блажанного Феодорита Бог всяческих по сотворению видимой и невидимой твари произвел напоследок человека, поставив его как бы некоторый свой образ среди тварей неодушевленных и одушевленных, видимых и невидимых Дабы твари неодушевленные и одушевленные приносили ему пользу, как некую дань А естества невидимые, имея попечение о человеке, свидетельствовали с ним свою любовь к Творцу Последняя цель человека, говорит Преосвященный Феофан, в Боге, в общении или живом союзе с Богом Созданный по образу и подобии Божий человек по самой природе своей есть некоторым образом божеского рода Будущий же рода Божия, он не может не искать общения с Богом, не только как со своим началом и первообразом, но и как с верховным благом Потому-то сердце наше и бывает довольно только тогда, когда обладает Богом и бывает обладаемо от Бога Ничто, кроме Бога, не успокаивает его Соломон много знал, многим обладал и многим наслаждался Но все это, наконец, должен был признать суетою и крушением духа Один покой для человека в Боге Что мне на небе и что на земле Исчезает сердце мое, плоть моя, Божий сердце моего, счасть моя, Божий мой вовеки В Боге жизнь, учит Василий Великий Отчуждение и удаление от Бога есть зло несноснейшее даже будущих геенских мучений Зло самое тяжкое для человека, как для глаза лишения света и для животного отнятия жизни Бог не есть виновник в злах Еще, что было для души преимущественным благом? Пребывание с Богом и единение с Ним посредством любви Отпав от Него, она стала страдать Посему-то нам внушается в защите Господа, в защите лица Его всегда Пророк Моисей поставлял звенья лица Божия краем своих желаний И после того уже, как Бог явил через Него и в Нем столько чрезвычайных действий Своей благости и всемогущества Если обрет благодать перед Тобою, яви мне Тебя самого, да разумно вижу Тебя Исход 33.13 Молился он С каким страхом завал ко Господу пророк Давид Не отвергни меня от лица Твоего Зная, что удаляющие себя от Него погибнут С каким желанием устремлялся он всегда к Богу Вожжа да душа моя к Богу И им же образом желает олень на источники водные Так желает душа моя к Тебе, Боже С какой теплотой упокаивался в Нем Едином Мне же приближать все к Богу благо есть Но не в этом одном устремлении всех желаний к Богу наше благо Жажда без утоления, алчба без насыщения, потребность без удовлетворения Есть скорбь, болезнь, мучения Ища Бога, мы хотим обрести Его, хотим обладать Им и быть обладаемыми от Него Приискренно приобщиться Его, быть в Нем и Его иметь в себе Макария Великого В этом-то живом внутреннем непосредственном общении Бога с человеком и человека с Богом И есть Его последняя цель Таким это общение изображается в Слове Божием Так сам Бог об них говорит Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым от человеков, ибо они плоть А другим обещает Вселюсь в них и буду обитать Внимай, говорит на сие место святой Златоуст Кто обитает в тебе? Ты Бога носишь в себе Спаситель обещает внутреннейшее некое вселение Бога в сердце человеческое Когда говорит, придем к Нему и обитель у Него сотворим Святой Иоанн Богослов учит, что когда кто пребывает в любви То не только он пребывает в Боге, но и Бог в Нем пребывает У святых отцов живое общение с Богом возводится до обожения человека Так святой Григорий Богослов изображает человека живым существом Через стремление к Богу, достигающим обожения Теодор, епископ Эдеский, так учит о цели человека Цель жизни нашей есть блаженство, или что все равно Царство Небесное, или Царство Божие Которое состоит не только в том, чтобы зреть царственную, так сказать, Троицу Но и в том, чтобы получать Божественное влияние и как бы принимать обожение И всем влияние находить исполнение и совершение всех недостатков и несовершенств Всем-то состоит пища умных сил, то есть в исполнении недостатков посредством Божественного Оонного влияния У святого Макария почти в каждой беседе можно находить напоминание о живом общении души с Богом Так в 46-й беседе он учит, что Бог сотворил душу человека такую Чтобы быть ей невестою и сообщницей его И чтобы ему быть с ней единым растворением и единым духом Посему, если душа прилепляется к Господу То и Господь милосердим и любовью подвигнутый К ней приходит и ей прилепляется И так един дух и единое растворение И един разум бывает душа и Господь Для человека нужно, говорит он, в другом месте Чтобы не только сам он был в Боге, но и Бог был в нем Не подумал бы кто однако же, что живой союз с Богом Есть исчезновение души в Боге С насилием ее самостоятельности и свободы Нет Хотя душа действительно стоит при всем Под божественным влиянием Прикасается некоторым образом Богу И проникается его силою Однако же не перестает быть душой и существом разумно свободным Подобно тому, как раскаленное железо или уголь Проникаясь огнем, не перестает быть железом и углем Она приобретает только через это общение Полнейшую и скорейшую силу Действовать по воле Божией свободно Но и беспрекословно С другой стороны, и то неверно Если бы кто стал думать, что когда Богообщение поставляется последней целью человека То человек сподобится его после, в конце, например, всех трудов своих Нет Оно должно быть всегдашним, непрерывным состоянием человека Так что, коль скоро нет общения с Богом Коль скоро оно не ощущается Что человек должен сознаться, что стоит вне своей цели и своего назначения Состояние, в котором человек сознает, что Бог истинный, есть его Бог И сам он есть Божий То есть говорит в сердце своем Богу Господь мой, Бог мой Как апостол Фомаи К себе самому Я Божий, Божий есть Исход 44.5 11.5 Такое состояние есть единое истинное состояние человека Есть единый решительный признак Присутствие в нем Начало истинно-нравственной и духовной жизни Итак, далеки от истины тех, кои поставляют последней целью человека самого же человека Какими бы пышными названиями они не украшали ее развитием, например, духовных сил Или стремлением к усовершенствованию При такой цели люди разъединяются заботой только о себе И привыкают все обращать в средства Не исключая даже и самого Бога Тогда как на самом деле Человек, как и все сотворенное, есть средство В деснице Божией для цели его божественного промысла Все создал Господь себя ради Притча 16.4 Посему мы им живем и движемся и существуем Ибо из того и им и к нему все Несправедливо последней целью человека Поставлять и одно благо ближних, то есть людей Даже и в том смысле, что вся забота его должна быть обращена На благосостояние общества Содействовать общему благу есть беспрекословно долг человека Но не первый и не исключительный Если поставить это первым долгом, то всякий человек мысли и сердце обратит на других А не к Богу И следовательно, все в совокупности составит общество людей Все сомкнутых в себе, но душой отторгнутых от Бога Это будет тело без главы Напротив прибога общения все люди, сходясь всей единой цели Не мысленно только, но самым делом соединяются И все единым духом, единой силой преисполняясь Составляет единое, живое и стройное тело Под этим только условием и может созидать все и истинный, и надежный союз между людьми Епископа Феофана Мысли о конечной цели человеческой жизни Цель жизни В Евангелии, именно в речах Господа Иисуса Произнесенных им перед народом или в тесном кругу ближайших учеников А также в его молитвенных воззваниях к Богу Отцу Мы находим много мест, относящихся к вопросу о конечной цели человеческой жизни Взятые в совокупности места эти дают совершенно полный и ясный ответ на названный вопрос К числу таких мест принадлежит, между прочим, следующее В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе Чтобы и вы были где я Я есть им путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего И отныне знаете его и видели его Видевший меня, видит Отца Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною И я открыл им имя твое, я открою, да любовь, которую ты возлюбил, меня в них будет, и я в них Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят Блаженны вы, когда будут поносить вас, Игнать, и всячески неправильно злословить за меня Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах Придите, благословенные Отца моего Наследуйте царству, уготованное вам от сосложения мира Наряду с этими изречениями Господа могут быть поставлены, как повторяющие и раскрывающие их Такие, например, изречения из Писания апостолов Наше жительство на небесах Не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку Что приготовил Бог любящим его? Возлюбленные мы теперь дети Божии Но еще не открылось, что будем Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему Потому что видим его, как он есть Ищите горнего, где Христос сидит одесной Бога Жизнь наша сокрыта со Христом в Боге Из приведенных мест видно, что в учении о конечной цели человеческой жизни Евангелие, повторяемое и раскрываемое в Писаниях апостолов Выставляет на первом плане вечную жизнь По евангельскому учению, жизнь человеческая не прекратится всецелой здесь на земле Могила и гроб для нее не границы Земная жизнь есть лишь первая стадия жизни вообще Она продолжится и за пределами гроба навеки Причем сознание, личность каждого отдельного человека останутся неприкосновенными И вот там-то за гробом, а не здесь на земле Конечная цель человеческой жизни И там-то она вполне будет достигнута В чем же эта цель? В приискреннем, теснейшем общении и единении с живым и личным Богом С существом бесконечно премудрым и благим Богом истины и любви Но не слишком ли отвечено, не слишком ли высоко это учение? Оно едва по силам философскому уму Но уму простому едва ли доступно? И может ли неразвитый умственный человек Соединить с евангельским учением о конечной цели жизни Какое-либо определенное и живое представление И таким образом найти в нем успокоение и отраду? По-видимому, в этом позволительно усомниться Да, учение евангельское о цели жизни действительно возвышенно Но в то же время и просто Если философский ум затрудняется уяснить и воспринять его То его правда непосредственно сказывается Самой простой и смиренной душе И с радостью приемлется ею Дело в том, что учение, о котором у нас речь Отвечает самым коренным запросам и потребностям человеческого духа И потому он может найти в нем полное удовлетворение А вместе с тем отраду и покой Неужели со смерти моего тела окончательно прекратится моя жизнь? С последней искрой света в потукающих глазах Потухнет последний луч сознания Замрут навсегда мои чувства, стремления, моя мысль И моя личность обратиться в ничто Такие вопросы невольно возникают в уме каждого При мысли о конце земной жизни При виде могил, постоянно поглощающих наших родных и знакомых И когда на эти вопросы нам шепчут безотрадные Да, сердце наше невольно сжимается от боли И, возмущаясь, отвечает Нет, это ложь Удел человека бессмертия За пределами гроба его ожидает вечная жизнь Свидетельствуя таким воплем Ответом, что потребность бессмертия Чаяния вечной жизни Прирождены человеку И, отзываясь на эту потребность Почти все древние религии говорили своим последователям о загробной жизни И многие из языческих мыслителей настаивали на бессмертие Но религиозные представления древних о загробной жизни были крайне неясны Очень грубы и нелепы И принимать их на веру было трудно и тяжело Философские же учения о бессмертии имели колеблющийся характер предположений И также не возбуждали к себе полного доверия И потому ни те, ни другие не в состоянии были удовлетворить насущные потребности сердца Отсюда страх смерти омрачал всю жизнь людей древнего мира И от этого страха смерти они, по слову апостола, через всю жизнь были подвержены рабству Евреям 2.15 Смертный страх отравлял все их радости Заставлял погружаться в скорбные думы даже таких веселых и шутливых людей Какими был поэт Анакрион И таких трезвых мыслителей, как Циссерон Последний, между прочим, сознавался, что принятый им способ исследования Считать смерть концом естественного и необходимого течения вещей Располагает к скорби и делает жизнь еще более несчастную Как тяжело было древнему человеку при неискоренимой потребности к бессмертию Не иметь в нем твердой уверенности Ясно видно, между прочим, из зашедшей до нас исповеди одного писателя 2 века Перешедшего в христианство из язычества В этой исповеди мы читаем С ранней юности скорби беспокойства угнетали мой дух Потому что мне, не зная и сам, каким образом приходила мысль о смерти Я спрашивал себя, настанет ли для меня жизнь по смерти Или я превращусь в ничто, откуда произошел Буду ли помнить после смерти об этой жизни Или бесконечное время унесет все в бездну забвения Так что изгладится у нас даже последнее воспоминание о ней Между тем, как эти и подобные мысли беспрестанно носились в моей душе Я ощущал невыразимую тоску И мои силы изменяли мне Но что особенно было прискорно, так это то Что как только я пытался иной раз подавить это беспокойство То оно только еще с большей силой обуревало меня Это потому, что во мне жило нечто такое Что не дозволяло мне успокоиться Именно требование бессмертия Я посещал тогда школу философов Чтобы от них позаимствовать знанием Но здесь я не нашел ничего Кроме беспрестального утверждения и отрицания Положения и нескончаемых споров Если высказывалось в этих школах положительное учение Что душа бессмертна То я чувствовал себя счастливым Напротив того, я выходил со скорбью вон Коль скоро приводились возражения И утверждалось, что она смертна Но ни в том, ни в другом из этих мнений Я не был убежден вполне Глубоко опечаленный я говорил тогда самому себе Зачем ты мучаешься напрасно Коль скоро все будет иметь конец Если я не буду существовать по смерти То к чему тогда все заботы? Если же меня по смерти ожидает жизнь То я буду жить благочестиво Чтобы не терпеть мук в мрачном тартаре Но против этого я опять возражал себе Все это басни Геттингер, Апология христианства, том 2 Подобного же рода признания Мы находим в писаниях Иустина, мученика и Татьяна Ясно таким образом, что вопрос о бессмертии Есть не отличенный вопрос, а вопрос жизни И Евангелие удовлетворяет насущные потребности души человеческой Ставя выше всякого сомнения вечную жизнь за пределами гроба Для чего создан человек? Из сочинений протоиерея отца Иоанна Кронштадтского Человек создан на дела благие То есть на дела святости, верности, правды, любви и милосердия На дела самоотвержения и мужества Воздержания, многостороннего и разнообразного учения Для служения многообразным нуждам Церкви и Отечества Человек создан не для себя одного, а для служения обществу Как и общество, в свою очередь, служит ему Всякий из нас есть член, с одной стороны, Церкви Или благодатного Царства Божия на земле Члены, коего должны преуспевать непрестанно в вере, в правде и благочестии С другой стороны, член гражданского общества Или великого политического тела, называемого государством Тому и другому обществу, церковному и гражданскому Каждый из нас обязан верно служить И во всем повиноваться его властям в пределах правды и закона Общественное благо предпочитать своему частному И в случае нужды не щади для него своего здоровья, сил, спокойствия, имущества Даже самой жизни Мы сильные, пишет святой апостол Павел Должны сносить немощи бессильных и не себе угождать Ибо и Христос не себе угождал В другом месте, рассуждая о множестве верующих Как о едином теле Христовом, он говорит Как одно тело, но имеет многие члены И все члены одного тела, хотя их и много Составляет одно тело Так и Христос Ибо все мы одним духом крестились в одно тело Иудеи или елены, рабы или свободные И все напоены одним духом Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном В нем большее попечение Дабы не было разделения в теле А все члены одинаково заботились друг о друге Посему страдает ли один член, страдают с ним и все члены Славится ли один член, с ним радуются все члены И вы тело Христово, а порознь члены Такое употребление дара жизни на пользу других Согласно с волей Божией Есть лучшая благодарность ему, являемая не на словах только А на самом деле Последняя цель человека в земной жизни Обладание землей и наслаждение ее благами Не есть последняя цель человека Потому что с земной жизнью не оканчивается бытие его Правда, человек сотворен не на скорби и страдания И никогда не узнал бы таких скорбей и лишений Если бы прибыл верен заповеди Божией Творец с любовью устрояет и внешние его благосостояния Сам созидает для него райское жилище И поставляет его владыкою над ним Природа, юная, блистающая красотой И еще не оскверненная и не омраченная грехом человека Как картина и галерея доставляет чистейшее наслаждение его уму и сердцу С сотворением жены Бог открывает человеку Новый источник благословенных радостей Но внешнее благосостояние человека необходимо уславливать его внутренним величием Так что с потерей этого величия человек лишается и внешнего благосостояния Адам падший, как неспособный и недостойный жить в раю Изгоняется из него и осуждается на труды, лишения и скорби Ищите прежде Царствие Божие, правда его заповедует Спаситель И все сие приложится вам То есть промысл не оставит вас И без внешних благ, потребных вам Если вы будете достойны его попечения и исканиям Царствия Божия Преуспеянием и усовершением в добре Бог является Соломону и говорит ему Проси, что хочешь себе Соломон просит мудрости Господь дает Соломону высокую мудрость Но в награду за его любовь к мудрости И за предпочтение ее всем благам земным Вместе с мудростью Господь дает ему все блага, которых он не просил Ищите прежде Царствие Божие А оно недалеко от нас Царствие Божие внутрь вас есть То есть в ваших душах есть способность к жизни Царствия Божия Возможность блаженства с Богом Искать Царствие Божие значит раскрывать эту способность к Нему Осуществлять возможность блаженного единения с Богом Возвышением в добродетели Внутреннейшее основание этой возможности Есть образ Божий, положенный в существе души человеческой Возвышать образ к первообразу Стремлением к Нему Уподоблением Ему Возможно полнейшим отражением на себе его совершенств Святостью жизни Вот последняя цель человека в земной жизни Благочестие на все полезно Есть обетование, имеющее жизни настоящее и будущее Мы его творение, созданного Христе Иисусе на добрые дела Которые ему готовил Бог Да в них ходим Избрал нас в нем прежде создания мира Быть нам святыми и непорочными перед Ним в любви Посему-то заповедует Бог Будьте святы, как я свят Господь Будьте совершенны, внушает Сын Божий Как Отец ваш небесный совершен Позвавшему вас святому, пишет апостол И сами будьте святы во всем житии Но нравственное преуспеяние и усовершение Возможное в земной жизни Есть только предуготовление к будущей Вечной славе и блаженству человека Слава эта так велика Что в сравнении с ней ничего не значат Все скорби и страдания настоящей жизни Я считаю, пишет апостол Что нынешнее временное страдание Ничего не стоит в сравнении с той славою Которая откроется в нас Будущее блаженство человека Не только не может быть сравнимо Ни с какими земными радостями Но теперь не может быть объяты и мыслью человека Не только ничего подобного ему Человек не знает по опыту Но и вообразить не может Их же око не видело, ухо не слышало И на сердце человеку не приходило Что Бог приготовил любящим его Сие блаженство есть, возможно, близкое для ограниченного существа единение с Богом И, возможно, полное участие в божеском блаженстве Для человека первозданного путь к всему блаженству был проложен в рай Светлый, безболезненный, непрегражденный смертью Но человек потерял райский путь и идет к небесному отечеству путем земного, тяжкого странствия Путем смерти, тления и воскресения Пути различны, но ведут к одной цели К вечному блаженству с Богом Это блаженное единение с Богом в вечности И есть цель, для которой создан человек Апостол, показывая будущее близость человека к Богу, говорит Видим ныне, как в зеркале, в гадании Тогда же лицом к лицу, ныне разумею отчасти Тогда же познаю, как познан я То есть, тогда человек так будет близок к Богу, как теперь Бог близок к человеку Спаситель, отходя на страдания в молитве к Отцу Своему Единение верующих с собой и Богом, Отцом Представляет последнюю целью своего искупительного служения Не о сих же, об апостолах молю только Но и о верующих, по слову их в Меня Да будут все едины, как ты, Отче, во мне и я в тебе Да и они в нас едины будут Отче, тех, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною Да видят славу мою, которую ты дал мне прежде создания мира Ибо я возлюбил меня Апостол сравнивает благодатные права верующих в будущей жизни С естественными правами детей в доме родительском Как в доме Отца дети Его, наследники Его имущества Так в дому Отца Небесного верующие наследники Его блаженствуются, наследники единородного Сына Его Самый Дух Спослушествует Духу нашему, что мы чадо Божие А если чадо, то и наследники Наследники Богу, сонаследники же Христу Тот же апостол, изображая последние судьбы настоящего мира Воскресение мертвых Кончину мира Низложение всех врагов под ноги Сына Божия Истребление последнего врага смерти Говорит, что Сын Божий, оканчивая и представляя Отцу Своему Возложенное им на Него дело искупления Совершенно оконченным Приведет воскрешенных в вечное и блаженное единение с Богом Из которого не спал человек грехом И в которое возвращен в смерти искупителя Когда же покорит Ему все Тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все Да будет Бог все во всем Нравственная статистика Не доказывает отсутствие свободы воли Нравственная статистика усердно стала разрабатываться в новейшее время Особенно после знаменитых исследований Кетле Прямо говорит и подчеркивает слова Что человек Не свободен Что его столь мало Можно считать ответственным за свои действия Как камень за то, что он следует закону тяжести Разбивает нам голову Что преступное дело Есть необходимое действие Закона природы А Адольф Агнер Напротив Хотя и говорит, что общество Подготовляет преступление Что преступник есть только орудие Приводящее это преступление В исполнение Но в сущности он оставляет Самую проблему неразрешенную Он признает, что из фактов Нельзя прямо заключить К действительным причинам Что поэтому нельзя прямо говорить О принудительных законах природы Которыми отменяется Собственная ответственность Что для того, чтобы исследовать Все действующие факторы И высвечить их математическую формулу Для этого необходимо обладать Божественной арифметикой Что сознание ответственности И нравственности Свободны в отдельных случаях Есть факт Который для разума Имеет такое же значение Как и все эти законосообразности Что есть в вопросе Есть только древняя проблема В новой форме Которая никогда не в состоянии Будет разрешить статистикой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова